Продолжение следует... 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 Четвертое заключение, пятое – пролог. Об этом вам подробно сейчас расскажет Даша. Наша передача будет радиообразитель. Главное, главным делом нашей передачей будет маленькая девушка, которая совершила самоубийство. В самом начале мы сделаем небольшой радиоспектакль про мужские девушки, как она собирается покончить жизнь самоубийством и попытка ей удается. После чего мы будем привлекать кандидата социологических наук, которые возьмем интервью, которые расскажут нам о фактах и причинах, почему девушка могла совершить самоубийство. После этого будет инсценировка обнужения тела, как будто бы вокруг девушки стартует большое количество людей, и сразу же появляется следователь, у которого мы уже возьмем интервью. После этого монолог родителей. Так как наша передача, главным образом, решает родителям на помощь в обнаружении первых признаков о том, что ваш ребенок собирается совершить самоубийство. Поэтому у нас будет монолог родителей, которые будут думать, как они могли допустить такое. Далее, то есть, конечно, психолог, который решит очень много проблем, который скажет, как помочь детям, если они запутались в своей жизни, и как распознать, что ребенок уже наскоро-то в депрессии, что собирается решить комбисты, и чтобы не допустить такую проблему. В заключение, вот эти темы троги, что вы узнали, и завершится все тем, что девушка как будто бы уже находится на другом свете, и размышляет о том, что не стоило этого делать, что всегда есть выход. Ну, вот и все, в принципе, что мы можем сейчас вам рассказать. Спасибо большое за внимание. Вопрос. Давайте я начну. Я рад вас всех видеть. У меня вопрос сразу первый. Просто с точки зрения подачи. Почему вы вышли все вместе? Мне просто интересно. Чтобы мы видели, преподаватели, что все депрессируют. А, чтобы все читают перерывчиво. Мне просто было интересно, потому что... А вот, если вы сидели, задавите вопросом. Он видит, что вам 15 минут для раскрытия темы тематики? Ну, конечно же, это будет сложновато, но мы попытаемся... Это невозможно. Я вам даже больше скажу. Ну, я думаю, что если это пытается, если сделать... Самое главное, не попросить, чтобы... Ну, отредактировать потом, чтобы попросить, чтобы эксперты не распространялись, задавать им конкретно. Поэтому это невозможно. Смотри, ситуация заключается в следующем. Что максимальный порог внимания человека, сколько ты можешь его удерживать, не больше полутора минут. Через полутора минута внимания человека рассеивается. Это вот с точки зрения интегрирования, с точки зрения всего, чем уложено. На радио это прям один из азов, который говорит. Человек, который вышел в эфир больше полутора минут, его расстреливает. Ну, это же 5-7, типа. То есть, у нас специально даже висят такие часики, которые в эту кнопочку нажалки, как он включился, так и выжил его. Тема правильная, тема хорошая. Но мне кажется, что это все-таки больше в области психологов, вы работаете на психологов, то есть, нежели работать, как, ну, не знаю, как райдищик. То есть, как журналистская вот подача, да, то есть, если это Влада, не знаю, разворот, как в газете, да, или как часть какой-то передачи, я это вижу, как на судочке суд какой-то большой, такой огромный темы. Как отдельная самостоятельная передача за 15 минут, это очень много. То есть, если у вас не получится сделать, то есть, идея с радио там, как я понимаю, с радио позиции, это не очень хорошо, а чуть-чуть приходит. И дальше вы не сможете в течение всего развития и рассказать все проблемы, все успехи. Вопросы не только и. Ну, я думаю, это одна задача нашей передачи, если нужно обратить внимание родителей, и, ну, знаете, родители встречаются, и он очень много чувствует, что у нас здесь есть кто-то, и он услышит, тем более, это, как мы заметили, что у нас не просто живете интервью, просто у нас комфорт. А вы что со своими родителями? Что говорят ваши родители? Наши родители были в порядке. Мы говорим сейчас про подростки. Ну, давайте сейчас поговорим. Родители включаются, слушают его с мельцем детей и выключают. Особенно, если это мама. Потому что, через очередь, деление мамы, с ее ребенком ничего никогда случиться не может, он всегда хороший, если кислород не умолчит, он не глушет в морде, либо его туда же. Да, да. Что за маму говорите? Что, у меня у мамы родители, она вырастила одно раз, было трое детей. Поверьте, я могу поверить свою маму. Потому что, я за свою ребенку... Нет, это не просто, что монету выключили сразу. Ну да. Нет, а тема прекрасная. Просто мне очень... Я, с точки зрения родителя, не очень понимаю, как это попадать надо. Да, можно сейчас? У меня, естественно, включает пелок по крайней мальчике. Знаете, это включитель немножко диковатый. У меня очень многое, да. Чтобы не согласиться. Потому что, я, вот, никто даже не старая послушать или я слушать передачу, всем министерам уже рассказали о том, что, как может быть, как будет передача. И тут какой-то голос от суммы, что, боже мой, я это не могу. Для меня, немножко, немножко. Потому что, ну, это такая, типа, центральная, как мне кажется, тема. Вот эти вот голоса, которые... То есть, если говорить о том, что, мы сожалеем, что они... Ну, мне кажется, это очень смело слышать. У нас, в общем-то, элементы радиоспектакли, они будут ждать по всей передаче. И даже МДФРС, они будут очень долго, то они будут добавлять спирт поставками. То есть, очень много. А вы не хотите сделать вообще целиком, когда это просто радиоспектакли. Чтобы те же самые спектакли, а-ля, что у вас есть следователи, типа, Шерлот Холмс, чтобы этот спектакли полностью сделайте радиоспектакли. От начала до конца. То есть, если правильно будет построен, с точки зрения Друга-Туркии, он, как раз, может положиться в писанной считаться, но будет такая, знаете, короткая эсцентра о том, что произошло. Но тогда не говорите о том, что это конкретно Василий Куткин, следователь, психолог, а просто радиоспектакли, что лодка заключения экспертов, он такой психолог и сказали, пусть все персонажи у вас должны быть какие-то идеи и выношения. Тогда вы не будете как-то, ну, это не будет артически, наверное. Да, он здесь нестриятие. Просто, ну, как, вот, у мрачного автора он написал вот такую вот мрачную. Ну, я не знаю. Можно ли я тогда ребятам просто объясню, какое есть предложение, когда мы изучим особь членов жюри? То есть поменять жанр. Либо вы уходите в радиорасследование, и тогда это будет не ровно, если не может, например, экспертный разговор, советник, то, что вы хотели, правильно, понимать? Либо мы уходим в радиоспектакль, мы выдаем историю, которая повлияет на эмоции и застали задуматься. То есть лучше избежать, чтобы не было такие повредения, такие силы и прочее. То есть спектакль на такую тему я тоже, ну, мне начали, что это разбросано на фон, да, что это не удивительно, но, действительно, без флотского света я тоже не могу не дать. Можно еще, Наталья? По поводу аудитории. У вас аудитория родителей подростков, а фоновые шумы скрежет промазок. Вы из них не угрозащиков хотите сделать совсем? Да. 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 Уже наоборот, следовало сказать родителям, напомнить родителям о том, что все-таки из-за их невнимательности и невнимания к своим детям происходят подобные встречи, как что и сын. И, может быть, напомнить просто родителям о приятном, как сказать о том, как прикольно, прийти с сыном или с дочкой на ристротеку, на их же кусок. Ну, просто посмотреть, как вот они там живут. Вот. Можно к этому добавить, что военном... Как в сургане целости, в последние деньги, в основномisco, в совместных садином, все-таки в отношении к... Ну, дети будут? Вот, не родители вам детей. Потому что, если она была бы... ... не близлежа, что там будем, вы расстроены в algorithm. Сейчас прожди. Не очень ничего вот. Нет, братик выращиваем... у меня есть лицеперия записи «Самосвета», где на сцене висит в любой стране такого рода путешествия, я считаю, что Краснодарский может сделать удар, чтобы он испугался и пошел, понимает, что нет, а не послушал слетать, чтобы сказал, «А, ну ладно». У меня хороший результат, как он отсутствует дальше. Просто есть, у нас было последнее время, для того, чтобы он так сдерлась. Мне кажется, что звезды можно предсмертно не записывать. По-моему, это возможно. Да, звезды — звезды, а когда волосы...